За 4 выпуска нам удалось собрать масштабную теорию по вселенной Little Nightmares, разобрав каждую из трёх игр, включая и мобильную версию, а также все известные комиксы. И к радости одних, и к раздражению других, мне удалось собрать воедино многие детали, которые без моей концепции, на первый взгляд, никак не сочетаются друг с другом, и обычно их обходят стороной вообще не затрагивая. И сегодня я хочу рассказать полноценную историю по вселенной маленьких кошмаров, объединив все кусочки сюжета воедино, но главное, сделаю акцент на том, что было слабо раскрыто в предыдущих видео, а именно, как моя концепция объясняет секретную концовку из второй части, откуда у Мона в его бессознательном взялся портрет дочери леди, а также о том, что на самом деле подтолкнуло Мона к петле. У микрофона, как всегда, Леонид Князев. Поехали! Самое сложное в создании этого видео было сделать так, чтобы те, кто смотрел предыдущие 4 ролика с подробным разбором сюжета маленьких кошмаров, не заскучали, а те, кто впервые попал на канал и не знаком с моей теорией, могли понять, что здесь происходит. Но как бы то ни было, тем, кто смотрел другие ролики, будет значительно проще. Поэтому на всякий случай я оставлю все ссылки в описании в том порядке, в котором изначально они выходили. Проблема в том, что я свел до минимума уже озвученную до этого информацию, потому что не очень люблю повторяться, растягивая этим хронометраж. Поэтому в качестве подсказок я буду помечать превьюшками с видео те моменты, которые были более подробно раскрыты в конкретных роликах. Основа моей теории заключается в том, что данную вселенную нельзя воспринимать буквально, так как в таком случае многие детали перестают обладать хоть каким-то смыслом. Я придерживаюсь мысли, что все увиденное – это кошмарный сон главных героев, Мона и Шестой, которые в своих снах видят себя детьми, а их цель – найти причину тех кошмаров, которые происходили или происходят в их реальной жизни. Но во время написания сценария для этого ролика я осознал, что даже во второй части Шестая играет фактически главную роль, хоть и появляется только в самом конце, в секретной концовке. К моему удивлению, мне до сих пор пишут, что мобильная игра Very Little Nightmares выпадает из моей теории, хотя я сделал вполне удачный разбор ее сюжета и, на мой взгляд, идеально вписал ее в свою историю. Даже при учете того, что ее делали другие люди, которые вообще не относятся к основной команде разработчиков. Я не уверен, чтобы они могли обойтись без консультации создателей этой вселенной. Тем более, что на тот момент основные права еще принадлежали им. Но даже при том, что я получил колоссальное удовольствие от ее прохождения, у игры есть весьма серьезный недостаток – она очень быстро закончилась. Что не скажешь про Raid Shadow Legends, который и стал спонсором сегодняшнего видео. Raid – это одна из комплексных мобильных игр, где более 500 чемпионов из 13 фракций, каждый из которых хорош по-своему, но при этом может правильно дополнить свою команду. А разного рода артефакты помогают создавать абсолютно уникального чемпиона исключительно под свой вкус. А в скором времени появится 14-я фракция Shadow Kings с новым чемпионом. Масштаб игры способен удивить любого. Компания, разбита на 12 глав, там ты сможешь прокачивать в битвах своих новых чемпионов и наслаждаться озвученной линией сюжета, узнавая историю мира. А в режиме арены ты сможешь по-настоящему проверить свои силы против других игроков и добыть себе славу. Помимо этого есть режим подземелья с 10 боссами, победив которых ты добудешь новые артефакты, чтобы сделать своих чемпионов еще сильнее. В этом месяце Raid отмечает вторую годовщину с момента запуска и за это время собрал вокруг себя более 25 миллионов игроков со всего мира. И юбилейные ивенты – лучшее время, чтобы ворваться в Raid, так как в течение 6 недель, начиная с 1 марта и посередину апреля, будут проходить всевозможные турниры с безумными внутриигровыми призами. Также Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, что скачает игру по моим ссылкам в описании или по QR-коду в углу экрана, в период с 1 по 31 марта. Raid разыграет три iPhone 12 Pro и один iPhone 11 Pro среди случайно выбранных участников, которые достигнут минимум 20 уровня до конца месяца. Чтобы стать участником конкурса, не забудь обязательно подключить свой аккаунт к Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе ты найдешь на сайте по ссылке в описании. Каждый твой переход по моим ссылкам поддерживает канал. Помоги мне собрать 500 инсталлов. За прогрессом скачиваний ты можешь наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. И в качестве бонуса каждому, кто скачает игру по моей ссылке, получит 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра и крутого чемпиона Йотуна. И поторопись, бонус будет доступен только в следующие 30 дней. Свой ник я оставлю рядом со ссылкой, присоединяйся и Айда на Raid. Хронология вселенной Little Nightmares далека от прямолинейности. Чтобы упросить задачу, для начала поставим все эти истории в правильном порядке. И первой на очереди стоят два выпуска комиксов в первой игре. Там узнаем короткую предысторию шестой, а точнее леди. Далее идет... нет, не вторая часть, а именно первая, где шестая пытается побороть свой грех, заменяя его своим образом из реальной жизни. Признавая этим, что разделяет ответственность за происходящее на чреве. А вторые кошмары идут параллельно этой истории, раскрывая историю Мона, его детство, юность, вплоть до того момента, как он оказывается в каюте и будет известен нам как Повешенный. Кто-то меня спрашивал, что могло быть в записке, лежащей рядом с ним. Простыми словами, там он рассказал свою предысторию, которую мы увидим во второй части. Как он пришел к этому? И как раз эту записку находит шестая. Именно поэтому в секретной концовке, когда шестая вываливается из телевизора, который у нас уже прочно ассоциируется с Мона, нам намекают, что теперь шестая знает судьбу Повешенного, и ее подсознание в виде этой тени предлагает покончить с чревом, что побуждает в ней духовный голод и желание противостоять корпорации, которая стоит за похищением детей. Но не из чувства восстановления справедливости, нет. Она хочет вернуть украденную у нее дочь. Как я и сказал, история маленьких кошмаров начинается с комикса к первой игре, в котором нам показывают, как некий человек похищает шестую из Бледного города и привозит ее на чрево, которое никогда не было ее домом, но теперь стало им. Судьбы детей, попавших в руки этих людей, сильно отличаются. Кому-то суждено остаться в рабстве и выполнять тяжелую работу, а кому-то превратиться в живых кукол. В разборе «Очень маленький кошмаров» я предположил буквальный вариант повествования, где из детей делают кукол. Но все же думаю, что нагнал чрезмерной жути, и стоит воспринимать это как метафору, что дети становятся куклами в руках злых людей. И в этом плане шестой повезло больше, и она осталась работать на хозяев чрева. Возможно, именно из-за своей привлекательной внешности она стала лицом этого места, которое манило состоятельных людей. Единственное, о чем я практически не сказал, это об окружающем мире наших героев. И это серьезное упущение, так как именно внешний мир диктует поведение и реакцию героев на раздражители. На чемодане шестой есть занимательная фотография, которой однозначно нужно относиться как к пасхалке, но она способна рассказать намного больше. На E3 2005 года был показан трейлер игры The City of Metronome, от тех же ребят, которые в будущем выпустят игру «Маленькие кошмары». Но, к сожалению, город Метроном никогда не увидит свет, так как игру просто отменили. Но более чем уверен, что ее наработки или хотя бы дух должен был быть унаследован. Эта фотография на чемодане, к которому мы еще вернемся, изображает так называемого метрогнома, который продает зубы, вырванные стоматологом. Если детально ознакомиться с трейлером и обрывками информации по игре, то вполне очевидно, что эти метрогномы это образы детей, которых используют в качестве подсобных рабочих. Что-то подобное можно видеть и в «Маленьких кошмарах», когда номы поддерживают работоспособность корабля. На самом деле, в истории детский труд далеко не редкий случай. Даже в наше время в некоторых странах это распространенная практика, поэтому удивляться этому не стоит. Так вот, этот город Метроном очень сильно напоминает бледный город, разве что без элементов стимпанка. По сюжету злая корпорация раскрыла секрет некой машины, которая способна создавать идеи и замысль для строительства собственного мира. Ничего не напоминает? Эта машина работала благодаря душам детей, а сами дети, превращенные в метрогномов, ее обслуживали. В мире Little Nightmares ситуация очень схожая. Некая корпорация, символом которой является глаз, подчинила себе власть, о чем говорит карта в школе, и даже заставки в эфире. Очрево, судя по многочисленным листовкам в городе, было достаточно известным местом, где собиралась элита бледного города. И туда мечтали попасть любой ценой, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на красавицу, живущую там. Скорее всего, разумеется, это мое предположение, последний комикс должен был у нас подвести к тому, что леди узнает, что на чреве повесился один из сотрудников. Возможно, даже, что именно она его обнаружила, найдя при нем предсмертную записку, из которой леди узнает предысторию повешенного, а точнее, Мона. И главное, ей становится известно, почему он это сделал, но об этом чуть-чуть попозже. Как я и сказал в этой записке, Мона, он же тонкий человек, рассказал о своем детстве, через какие трудности ему пришлось пройти. Смерть матери, убийство отца, школа-интернат, где он страдал от нападок детей, что в конечном итоге закончилось дракой, возможно, даже с летальным исходом. После чего он попадает в психиатрическую больницу, откуда через какое-то время бежит. Каким-то образом ему удалось устроиться на почту, где-то в это время он узнает о леди. Храня ее фотографию, он мечтает быть рядом с ней, что в конечном итоге приводит его на чрево. Но эта любовь сыграла с ним очень злую шутку. Леди не подпускала его к себе, а в дальнейшем у нее появилась весьма серьезная причина закрыться от окружающего мира. Ведь ее дочь, которую она прятала от своих хозяев, была ими похищена. Сам Мона, попав на корабль, какое-то время успел там поработать. В играх, которые строятся исключительно, на визуальном повествовании не бывает случайностей. Поэтому стул, который стоит под повешенным, повторяется в других комнатах не просто так. Это сделано для того, чтобы помочь игроку связать места, в которых мы их находим, именно с этим персонажем. Это помогает понять, что его задачей было следить не только за похищенными детьми, но и за персоналом чревом. Практически в каждом видео я приводил множество доказательств, что Мона это повешенный, поэтому не буду на этом останавливаться. Раз зашла речь о предыстории Мона, который мы узнаем не только из игры, но и из веб-комиксов, я бы хотел вспомнить последний из них. В том, где мы видим горячую школу-интернат, судя по тому, как одеты дети на заднем плане, это именно она. У многих возникает вопрос, как этот комикс связан с основной игрой. И вот что я вспомнил. Прогуливаясь по коридорам, я обратил внимание на тлеющую урну. Скорее всего, кто-то из учеников решил так подшутить, а возможно и намеренно устроил пожар. Но как бы то ни было, всю вину свалили на Мона. Вообще, вторая часть уникальна тем, как в ней выстроены повествования. Как я и сказал, все увиденное описал в своей предсмертной записке Мона, которую читает шестая. Как ты помнишь, башня в игре олицетворяет бессознательное у Мона, в котором его подсознание в виде тонкого человека решило стереть мысли о том, чтобы быть рядом с леди. И единственное, что мы еще вообще не разбирали, это наличие в его бессознательном вещей, связанных с шестой или леди. Эта комната, в котором мы находим искаженную шестую, олицетворяет место, в котором собрано все, что он знает о ней. И то, что мы видим шестую в таком виде, говорит, что его подсознание изменило ее для того, чтобы отпугнуть Мона от мысли продолжить искать пути, чтобы завоевать ее доверие. И даже здесь видно, что он не ожидал ее увидеть в таком состоянии. В этой комнате мы видим чемодан, в котором просыпается шестая. Я понимаю это так, что Мона к этому моменту знает, как леди попала на чрево. Также мы видим куклы, которые принадлежат леди. А главное портрет девочки, ее дочери. То есть Мона знает, что у нее была дочь. Ее лицо изрисовано не случайно. Я долго не мог понять, что могло подтолкнуть Мона залезть в петлю. Безответная любовь вполне возможно, но на основную причину все же тянет слабо. Раскаяние в том, что он принимал участие в похищении детей, тоже может, но как-то не очень. И кстати, те, кто пишет, что почему у него стул не перевернут, а такое ощущение, как будто его подвесили. Ребят, это сон, это искаженное восприятие. И вот что интересно, комната, в которой Мона следил за чревом, однозначно скрыта от посторонних глаз. Но странно, что в таком месте, в котором держат похищенных детей, нужно делать потайную комнату с наблюдательным пунктом. От кого это прятать? И тут я подумал, что если его работой было наблюдать за персоналом чрева? И когда он увидел, что леди прячет свою дочь, а как раз одна из камер установлена именно в ее комнате, он рассказал об этом хозяевам, после чего ее забрали. Вот что могло стать реальной причиной того, что Мона не смог себя простить. И в своей предсмертной записке он рассказал, куда ее отправили. Варианта, почему он мог так поступить, может быть масса, одним из которых, как раз то, что леди не отвечала на его чувства, опасаясь, что он расскажет о ее тайне. Также напомню, что во второй игре шестая появляется только в секретной концовке, а эта непонятная, фаршеподобная субстанция может олицетворять чувство стыда Мона. И эта сцена говорит, что Мона осознает, что шестая не сможет его простить за то, что он сделал. Многие пишут, что она отдернула руку, так как увидела его без пакета на голове, с чем я в корне не согласен, так как это можно считать оскорблением художников по двум причинам. Во-первых, головные уборы в таком случае должны были также закрывать его лицо, как и оригинальный пакет. Если они добавлены просто так, то что мешало придумать иную идею для собирательства? А во-вторых, шестая увидела его без пакета сразу после спасения. И вполне логично было сделать так, чтобы он во время прыжка зацепился за уступ, а шестая, стоя над ним, отворачивается и уходит, а он срывается и падает в пропасть. И еще одно, что недвусмысленно отсекает секретную концовку от оригинальной, ведь она уходит не в телевизор, да и как бы она обрела эту способность, если некоторое время до этого могла пробиться через экран только с помощью Мона. Получается, по логике тех, кто воспринимает эту историю буквально, она должна была сожрать Мона, чтобы овладеть его способностями. Я думаю, все это было сделано специально, чтобы у игроков закралась мысль, что эта сцена стоит отдельно от основной сюжетной линии второй части. После того, как шестая узнает всю правду, она решается выбраться из чрева и отправиться на поиски своей дочери. Но для этого ей нужно одолеть свой главный страх, себя и свою сущность, и кроме этого избавиться от тех, кто стоит у нее на пути. Выбравшись на поверхность, она отправляется на остров, в гнездо, которым управляет учительница и доктор. Они одни из тех, кто стоит за похищением детей. И в игре Very Little Nightmares через кошмар шестой мы видим, как ее дочь пытается выбраться из гнезда. Я все же предполагаю, что эта игра должна была стать приквелом к третьей игре. Этот желтый дождевик в подсознании леди выступает в качестве ее защиты от агрессивной внешней среды. И в своем кошмаре она пытается защитить свою дочь от тех опасностей, которые могут встретиться у нее на пути. Конечно, есть шанс, что когда-то в будущем разработчикам разрешат выпустить продолжение этой уникальной истории, в которой мы узнаем правду. Но хочу заметить, что официальное подтверждение моей теории может и никогда не произойти. Предположим, что я оказался прав, то в таком случае это рушит неповторимую атмосферу игры, которую после этого будет крайне сложно восстановить. Но как бы то ни было, то, что ты услышал, это лишь мое субъективное видение и главное ощущение этой истории. Не так важно, прав я или нет. Просто в таком виде эта игра приобретает неповторимые оттенки печали и скорби. И на мой взгляд, иногда полезно немного погрустить. Я бесконечно благодарен всем, кто поддержал мою теорию. К сожалению, на данном этапе этот ролик заключительный по этой вселенной. Но надеюсь, что в будущем мы все же увидим хотя бы дополнение ко второй игре. И не вздумай печалиться. Впереди нас ждут новые истории из игр и фильмов, которые с огромным удовольствием разберут для тебя. Лайки, комментарии приветствуются, лучше даже не один. Обязательно покажи этот ролик друзьям и конечно подписывайся и проверяй колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А на этом сегодня все. С вами был Леонид Князев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok